Оружившись линейками, жильцы показывают, их подъезд отрывается от остального дома. Замеряем, получилось 29 сантиметров глубина вот этой трещины. Разлом с первого этажа до девятого. Снаружи его закрыли кусками металла. Чтобы не пугать мам, которые ведут детей в школу, в детский сад. Зато в квартирах видно, что окна отходят от стен. Люди боятся, что за первым подъездом последуют остальные. В любой момент может эта часть подъезда вообще отвалиться. Здесь жил физик Бруно Пантикорва. В честь него назвали улицу. В 50-е он приехал в СССР из Италии и работал в Дубне над созданием атомных реакторов. А вот дом его строили люди, явно далекие от науки. Девять этажей возвели фактически на болоте. Под фундаментом 29 метров обводненного грунта. Но все эти годы здание более-менее стояло. Но вот недавно по соседству начали строить школу и мост. И тогда дом задрожало. В подъезде пошли трещины. Три экспертизы, в том числе МЧС, подтвердили, что дом аварийный. Но сначала чиновники говорили, ничего страшного. Достаточно рядовая на самом деле ситуация. Потом дом все же поставили в очередь, но только на ремонт. Дом сноситься не будет. Мы сейчас находимся в активной фазе поиска решения. Мы живем уже пять лет. В таких условиях. В таких условиях. Несколько семей переехали отсюда в съемное жилье. Остальным деваться некуда. Страшно даже спускаться по такой лестнице. Вот смотрите, как все перекошено. Кладем помаду. Она катится и ускоряется. В этой квартире треснул потолок. Наверху вот, можно сказать, выбило вообще камень. И в случае, если вот эту часть кирпича вывалится, то падает перемычка и обрушаются все плиты перекрытия. Газа в доме нет, лифты не работают. Коммунальщики заботливо поставили табуретки на этажах, чтобы можно было отдохнуть. Я живу на восьмом этаже. Мне 84 года. Мы обязаны платить за то жилье, где жить невозможно. Мы платим двухкратный размер. Люди неоднократно просили расселить их аварийное жилье. А сейчас в Дубне новая администрация. При нас на место приехал замглавы города. Мы сейчас проводим еще одну финальную экспертизу. Нам помогает в этом Московский государственный университет. На днях появится это заключение. И буквально, я думаю, что в ближайшую неделю-полторы будет уже окончательное решение. Если эксперты решат, что восстановлению дом все же не подлежит, жильцам обещают дать новые квартиры. Деньги на расселение у администрации есть.